Обвиняемый в убийстве своей жены, инстаблогерке Кристины Журавлевой, ее муж Дмитрий рассказал в суде, что стало причиной совершенного им преступления. Цитата. «Она часто была недовольна мною, ругалась, смогла ударить, сообщил подсудимый, а я за все это время ни разу плохого слова не сказал, ни разу руку на нее не поднял, терпел, молчал, а когда совсем была не в моготу, даже резал себе вены, а в тот день просто не выдержал. Попытался ее утихомирить, чтобы она успокоилась наконец, но перестарался и ненарочно задушил». Судебный процесс по уголовному делу об убийстве, совершенном в коттеджном поселке в Сесердском районе 5 апреля этого года, начался сегодня в Сесердском городском суде. На скамье подсудимых 33-летний Дмитрий Журавлев, обвиняемый в умышленном причинении смерти своей 28-летней супруги Кристине Журавлевой. Задушив Кристину в ходе бытовой ссоры, он четверо суток продолжал жить с ее мертвым телом, спрятав его в душевой, после чего переодел погибшую в спортивный костюм, взял в аренду каршеринговый автомобиль и вывез на оживленный Челябинский тракт на расстоянии 10 километров от дома. 16 апреля уже изрядно разложившееся тело девушки случайно обнаружил дальнобойщик, становившийся на обочине по малой нужде. А когда спустя еще несколько дней по требованию родственников Кристины Дмитрий заявил в полицию о ее безвестном исчезновении, то сам угодил на допрос к оперативникам, а затем попал за решетку. Как рассказывал сам Дмитрий своей сестре и матери, женившись на Кристине, он почти обожествлял свою супругу. Из общительного и целеустремленного парня, рассказывает сестра, Дима превратился в домоседа. Он заставил свою мать продать трехкомнатную квартиру и переехать в однокомнатную, а на оставшиеся деньги купил пусть и крохотный, но коттедж, где поселился со своей женой. После этого практически прекратил общение с родственниками, уволился с одной работы в НИИ, а затем перестал даже таксовать, посвятив всего себя своей жене. Дмитрий был у Кристины чем-то вроде декорации к ее сказочной жизни, создаваемой ею в Инстаграм. Вот у нее маленький волшебный домик, вот чашка горячего кофе, вот мягкий и уютный муж, готовый выполнять все ее прихоти. Впрочем, не все. Из-за отсутствия работы Дмитрий лишился каких-либо доходов и регулярно занимал деньги у соседей по поселку. Отдавать долги ему приходилось, выполняя мелкие работы. В ходе следствия Журавлев был подвергнут психолого-психиатрической экспертизы, которая нашла его вменяемым, тогда как в тканях погибшей Кристины и эксперты обнаружили 1,6 промилле этилового спирта. Впрочем, ее тело попало на стол патулаганатома спустя 11 суток после смерти, поэтому говорить с уверенностью о происхождении этого спирта не приходится. Следствие по делу об умышленном убийстве было проведено в рекордно короткие сроки, благодаря тому, что обвиняемый сразу признал свою вину, раскаялся и всемирно содействовал следствию. Есть подозрение, что и судебное следствие будет таким же стремительным. Сразу после оглашения обвинительного заключения Дмитрий воспользовался данным ему судьей словом и заявил следующее. «Я признаю свою вину и раскаиваюсь, но я не хотел ее убивать. У нас были ссоры постоянно, она меня била, унижала. Я просто не сдержался, не выдержали нервы, эмоции нахлынули», — сообщает городской портал Е1. «Я очень сожалею о случившемся и хотел бы перед родственниками попросить прощения, если будет такая возможность». Мать погибшей Кристины на первое заседание суда не приехала, однако в суде зачитали ее показания, данные на предварительном следствии. В них она рассказывала, что дочь за пару месяцев до гибели звонила ей и жаловалась. Говорила, что Дмитрий тянет с нее деньги, что хочет развестись с ним, но что он против. Иск о размещении морального или материального вреда к своему бывшему зятю Вера Михайловна пока не выдвигала.